Добрый вечер, друзья! Сегодня я решила записать для вас видео о недвижимости в Болгарии. Что, где, почему и зачем, думаю, будет вам интересно. Сегодня мы решили совместить приятное с полезным. Встретились с моей приятельницей и коллегой Натальей, чтобы записать для вас это видео. Надеюсь, оно окажется полезным. Наташа живет в Болгарии уже более 7 лет и практически весь этот период времени занимается вопросами недвижимости. То есть кто, как не она, нам лучше всего расскажет о недвижимости на побережье и не только. Здравствуйте, друзья! Я очень рада присоединиться сегодня к Еве и поговорить с вами о недвижимости. Наташа, сразу первый вопрос. Пройдемся по южному побережью, по курортным городкам. Сколько сейчас ориентировочно стоят квартиры? Давай начнем со студий. Студии, ну, возьмем побережье от Еленити до Ахиллоя, скажем так. Каковы сейчас расценки на студии, на однокомнатные, двухкомнатные и так далее? Средняя цена студии начинается от 15 и может доходить до 22, а в некоторый комплекс и до 25 тысяч евро за студию. В зависимости от комплекса, место расположения комплекса, приближенности от моря, услуг управляющей компании, а также в зависимости от самой студии. Студии могут быть небольших квадратных метров, может быть средней площади, может быть большой площади. Вплоть до студий, которые можно преобразовать в однокомнатную квартиру. То есть обособить кухонную зону и получается полноценная двухкомнатная квартира. Ну да, такие студии, которые имеют два окна и так далее, которые позволяют площадь. Интересно, в большей планировке, где можно ее разделить. Что касается двухкомнатных квартир. Двухкомнатные квартиры абсолютно разный рынок, опять-таки, зависит от комплекса, от местоположения. В основном двухкомнатные квартиры, больше спрос идет на них, потому что студии ищут двое человек, либо один человек. Двухкомнатные квартиры уже располагаются по поиску для большой семьи с детьми. Поэтому эти квартиры начинаются от 25 и могут доходить до 40-45 тысяч евро. Ну да, это, конечно, понятно, что все зависит от многих показателей, от управляющей компании, от обслуживания и вообще от самого комплекса. Даже от годопостройки, когда он там построился, неизвестно. Хорошо, трехкомнатные квартиры у нас в какой ценовой категории идут? Трехкомнатные квартиры, не удивляйтесь, назову вам интересную цену от 30-35, вплоть до 60-70, да? Почему вот именно такой промежуток, да, действительно можно купить трехкомнатную квартиру дешевле, чем двухкомнатную квартиру? И даже в нормальном, хорошем, ликвидном комплексе, да? Только потому, да, что сейчас рынок двухкомнатной к двухкомнатной немножко сравнялся. Значит, в принципе, если ищешь квартиру для отдыха, если, допустим, у людей там большая семья или они привыкли не тесниться где-то, то, в принципе, можно рассмотреть и трехкомнатные варианты, не обязательно там. Правильно. И такие цены, они не должны покупать покупатели, которые рассматривают трехкомнатные квартиры. Да, можно спокойно рассматривать наравне с двухкомнатными квартирами. Все в зависимости, действительно, от более подробных критерий покупателей. Наташа, давай пройдемся по квартирам в Бургасе и Барне. Какие цены сейчас по круглогодичным городам для круглогодичного проживания? Начнем со студий. Хотелось бы уделить внимание Бургасу сначала, изначально, потому что мы с тобой находимся здесь, здесь живем. Хотела бы обратить свое внимание, что в Бургасе все зависит только от района, который приближен к морю. Мы можем взять центральный район Бургаса, где средняя цена на апартаменты с одной спальней, с двумя спальнями, можно так назвать. С одной спальней начинаются от 50-60 тысяч евро, на трехкомнатные с двумя спальнями от 70-80 тысяч евро. Студии, городскую недвижимость, они существуют. Их состройщики строят, но это довольно редкое явление, и если такое есть, то цены на такие варианты начинаются от 40-45 тысяч евро. Хочу обратить внимание, что в основном 90% строителей заканчивают свои апартаменты без отделки под ключ. По-нашему можно это назвать черновая отделка. Хотелось бы уделить внимание также спальным районам Бургаса, район, который находится у моря. Цены в таком районе, в Сарапово, начинаются студии от 30 тысяч евро, апартаменты с одной спальней от 45 тысяч евро, апартаменты с двумя спальнями от 50-55 тысяч евро. Обратите внимание, что район находится только у моря, но цены на порядок ниже. Есть другие спальные районы в Бургасе, самый-самый отдаленный район считается медный рудник. Цены в данном районе на апартаменты с одной спальней начинаются от 20-25 тысяч евро. Да, цены восприятного дела для тех, кто хочет жить в инфраструктурном городе, у нового состройщика, приобрести себе апартаменты. Что касается Варны, то же самое. Могу сказать, что все зависит только от районов. Все центральные районы и районы, которые приближены к морю, на них стоимость как на квадратный метр, так и на готовые квартиры. Начинается от 50-60 апартаментов с одной спальней, от 70-80 апартаментов с двумя спальнями, трехкомнатные. В Варне есть застройщики, которые сдают свою невежимость под ключи, либо предлагают данную оттенку. Спальные районы варьируются. Апартаменты с одной спальней 40-45 тысяч евро. Апартаменты с двумя спальнями от 60-70 тысяч евро. Поделись своим мнением опытного все-таки человека. Где цены выше? На юге или на севере? То есть, исходя из твоего опыта, рассказывай. Ева, я, скорее всего, назову, что северное побережье дороже, чем южное. Судя по тенденции рынка, мы можем это отнести как к недвижимости у застройщика, так и недвижимости именно вторичной. На южном побережье приложение дешевле, чем на северном побережье. Только потому, что продается недвижимость и больше. Как вторичная, так и от застройщика. Друзья, мы с вами поговорили о таких городах, как Пургас и Варна, и о побережье северном и южном. Но мы не поговорили о Софии. Все-таки это столица Болгарии. И она очень многим тоже интересна, как для постоянного проживания, так и в качестве инвестиций. Поэтому мы расскажем вам о ней немножко позже, так как мы собираемся с Натальей в поездку по застройщикам. Соответственно, мы снимем обязательно видео о Софии, о недвижимости в Софии. И, соответственно, сориентируем вас по ценам. Была рада поделиться с вами информацией. Вы можете задавать свои вопросы под этим видео. Мы с Евой постараемся на них ответить. И до новых встреч в Софии!